МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, дневной выпуск информационной программы Республика. С основными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Татьяна Молокова. Сегодня глава Чуваши находится с рабочим визитом в Алтайском крае. Михаил Игнатьев встретится с губернатором Александром Карлиным, примет участие в акции «Лес Победы», приуроченной к 70-летию Победы Великой Отечественной войне. Запланировано также посещение музея «Горная аптека», входящего в туристско-исторический кластер «Барнаул», горнозаводской город, крыло клинической больницы и молодежного театра «Алтая» имени Валерия Золотухина. Более подробное о визите Михаила Игнатьева в Алтайский край смотрите в нашем вечернем выпуске. К другим новостям. В Чувашии готовятся к празднованию Дня Республики. Программа мероприятий обсуждалась на заседании Организационного комитета под председательством премьер-министра Чувашии Ивана Моторина. Подробности в нашем сюжете. В перечне традиционных мероприятий Чебоксарский экономический форум, межрегиональная выставка региона сотрудничества без границ и международный фестиваль фейерверков. Об этом рассказала членом Оргкомитета, исполняющей обязанности министра экономического развития Чувашии Ольга Ланцова. Сейчас ведутся последние переговоры и согласования. Яркими событиями станут всероссийский конкурс «Русь-мастеровая» и фестиваль народного творчества «Родники России». О подготовке к ним рассказал исполняющий обязанности министр культуры Чувашии Татьяна Казакова. Фестиваль проходит при поддержке и финансировании Министерства культуры Российской Федерации. Татьяна Казакова рассказала о том, что в национальном празднике Акатуй будут представлены 13 регионов России, а это свыше 4000 участников. Центральной площадкой всех мероприятий станут Чебоксары. В городе уже ведутся работы по благоустройству центральных улиц и залива. На Чебоксарской набережной будут установлены новые питьевые фонтанчики, увеличится количество скамеек и установлены автоматы для кормокомбления лебедей. В этом году закуплены новые пары лебедей, в том числе пара черных. На центральных городских улицах будут установлены указатели главных городских достопримечательностей, размещены поздравительные баннеры на русском и чувашском языках. В планах организаторов – проведение детского Акатуя в парке «Пятисотлетие Чебоксары». Второй площадкой празднования станет Канажский район. В программе запланировано проведение спортивных и культурных мероприятий, а также выставка сельскохозяйственной техники «День поля-2015». Александр Гаврилов, Сергей Рябчиков, «Республика». До Дня Республики еще полтора месяца. Ближайший праздник – это 1 мая. День международной солидарности трудящихся отмечается в 142 странах. В Чебоксарах в этот день в связи с праздничным шествием ограничат движение по центральным улицам города, сообщается на сайте мэрии. С 8 до 12 часов перекроют движение по улице Петрова. С 9 до 12 будет ограничено движение по проспекту Ленина, улицам Карла Маркса, композиторов Воробьевых, Ленинградской, Президентскому бульвару и Красной площади. Это касается всех видов транспорта, за исключением троллейбусов. Администрация города в качестве путей объезда предлагают улицы Энгельса и Ярославская. Для автобусов городских маршрутов на этот период определены остановки по этим же улицам. У АО «Стройтрест» номер 1, гимназия номер 2, медсанчасть МВД, фирма «Питание». Помимо всего прочего, будет ограничена стоянка транспортных средств с 22 часов 30 апреля до 12 1 мая по проспекту Ленина, а также улицам Карла Маркса, Ленинградской и на Красной площади. Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Чувашии Леонида Лебедева. Сегодня Верхняя палата парламента России приняла соответствующее постановление. Глава Комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов сообщил, что полномочия сенатора прекращены с 27 апреля, по заявлению Лебедева. Комиссия Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений, представленных в декларациях сенаторов, возбудила проверку в отношении Леонида Лебедева на предмет достоверности, указанных им сведений о доходах. По итогам 2014 года Лебедев задекларировал один из самых высоких семейных доходов в Совете Федерации – 97 миллионов рублей, в частности 13 объектов недвижимости. Кроме того, у Лебедева насчитывается 8 машин, среди которых BMW, Mercedes и Ferrari. Сегодня в столице Чувашии первый день по-настоящему теплая весенняя погода. Синоптики прогнозировали до плюс 20 градусов и свое обещание сдержали. А вот в квартирах горожан тепло в самое ближайшее время отключат. Глава столичной администрации Алексей Ладыков подписал постановление о завершении отопительного сезона. По правилам отопления в квартирах отключают, когда на улице в течение пяти суток средняя температура воздуха держится на уровне не ниже плюс 8 градусов. С 29 апреля руководителям ТСЖ и управляющих компаний с согласием собственников жилья необходимо отключить подачу тепла в многоквартирные дома. После того, как подачу тепла прекратят, коммунальщики смогут приступить к ремонту и проверке тепловых сетей и внутридомовых систем в соответствии с утвержденным графиком. Участники проекта «Арктика-2015» вновь собираются в путь. В ближайшее время будет дан старт очередной экспедиции на Северный полюс. В общественной палате прошло заседание оргкомитета, в котором приняли участие представители Чувашской республики. Чем запомнится первая полярная поездка и какие планы вынашивают организаторы экспедиции, передает наш корреспондент Дмитрий Ковалев. Именно здесь, в общественной палате, еще в начале марта дали старт грандиозному проекту «Арктика-2015» и собрали вместе флаги всех регионов страны, чтобы потом доставить их на Северный полюс. Спустя полтора месяца организаторы подводят итоги этой поездки. Заседание провел известный телеведущий, председатель правления экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов. Итак, первый этап высокоширотной полярной экспедиции успешно завершен. Флаги всех 85 субъектов страны, а также их столиц, достигли самого северного российского поселения Баритцбург. Организаторы проекта не случайно стремились добраться именно сюда. Этот город расположен на острове Шпицберген. В годы войны солдаты вермахта могли создать здесь военную базу для контроля над заполярьем. Это бы создавало большую угрозу для кораблей, которые следовали в Мурманск по Северному ледовитому океану. Отстоять архипелаг удалось. В честь его освободителей в Баритцбург доставили специальные лампады с огнем Победы, которые были зажжены в Москве на Поклонной горе. Нас встречали очень здорово. Во-первых, где мы были, не только жители острова, но и жители нашего российского города. Встречали все, вплоть до детей, до маленьких. Все вышли и удивились такому мощному показу наших российских флагов на их земле. Наше государство в очередной раз заявило о том, что мы сильная, мощная держава, которая не везде, в любом регионе себя позиционирует как суверенное, мощное государство со всеми своими приоритетами. Сегодня представителям региона в Москве вручали дипломы и памятные медали, но еще в начале апреля на острове Шпицберген состоялся международный арктический форум. Именно здесь подвели итоги конкурса достижений регионов и городов. Видеопрезентация Чувашии заслужила самых высоких оценок. Республика была удостоена приза зрительских симпатий. Почетные награды вручили герою России Николаю Гаврилову и полномочному представителю региона Леониду Волкову. Данный проект имеет более широкое значение, чем только установка флагов. Данный проект осуществляется в рамках празднования 70-летия победы с одной стороны, во-вторых, в рамках проекта «Живая планета». Устойчивое развитие всего человечества возможно только тогда, когда будут достигнут консенсус в треугольнике общества, природа и человек без ущемления интересов одного из этих трех субъектов. И стратегическая задача всего человечества – это сохранение живой природы. Ну а в рамках второго этапа проекта на Северном полюсе развернут 100-метровые триколоры и флаги всех субъектов страны. Уже в июне полотна доставят в Москву, чтобы провести на Поклонной горе масштабный парад. Все эти проекты посвящены 70-летию Великой Победы. Организаторы подчеркивают, что именно так они отдают дань ветеранам. И сегодня в общественную палату пригласили участников войны. Наша съемочная группа встретила здесь уроженца Чуваши, полковника в отставке Алексея Трофимовича Трофимова. И закончил войну уже на территории Польши у Балтийского моря. Наша дивизия участвовала в окружении немецких войск под Калининградом, Кенигсбергом. И после этого меня защищали, после окончания войны, защищали кадры советской армии. В ближайшее время на Поклонной горе в Москве члены движения «Живая планета» планируют заложить березовую рощу героев России. Всего здесь посадят 70 деревьев в честь покорителей Арктики и участников Великой Отечественной войны. А уже в декабре в Москве появится большой комплекс флагштоков всех регионов страны. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из Москвы. Государственная Дума Российской Федерации приняла постановление об амнистии к 70-летию победы. В ее рамках в Чувашии могут быть освобождены около 450 осужденных граждан. Под амнистию попадут заключенные, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, лица которых имеют определенные заслуги перед государством. Военнослужащие, участники боевых действий в Чечне, в Афганистане и в других странах, сотрудники органов внутренних дел. Возможность досрочного освобождения получат несовершеннолетние. Мужчины и женщины старше 55 и 50 лет соответственно. Инвалиды первой и второй группы. Онкобольные, третьей и четвертой стадии и больные открытой формы туберкулеза. На сегодня пока освобожденных нет, но они могут быть освобождены немедленно, скажем, завтрашний день, если будут представлены материалы начальниками колонии, и они утверждаются, будут прокурором по надзору за исполнение закона Чувашской республики. Постановление об амнистии к 70-летию победы будет действовать в течение шести месяцев. Как отмечают сотрудники прокуратуры Чувашии, амнистия не коснется особо опасных рецидивистов, лиц, осужденных за убийство, терроризм, взяточничество и другие тяжкие преступления. Татьяна Леонтьева, Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. К 70-летию победы в Чуваксарах состоялся слет военных династий Чувашии. На встрече с теми, кто посвятил свою жизнь в служении Отечеству, побывала и наша съемочная группа. В этом зале собрались истинные патриоты. Семьи, которые знают, помнят и чтят историю своего рода. На слет были приглашены семь военных династий, причем некоторые ведут счет родственников офицеров еще со времен царской армии. Низкий вам поклон. Спасибо вам. за то, чтобы стойко, мужественно, героически защищали нашу войну. Защищали Чувашию, защищали гору Чебаксары и каждого из нас. Спасибо вам, что мы имеем мирное небо над головой. У каждой династии своя судьба. Чьи-то деды были командирами авиационного звена, чьи-то просто рядовыми. Они любили свое Отечество зачастую ценой собственной жизни. Мне, конечно, очень трудно говорить, потому что, так как мы дети войны, наши погибали дяди, другие родные. Вот все это, как вспоминаю, конечно, слезы текут, что и говорить. По линии матери Ионов, Платон, сержант зенитной артиллерии, погиб в деревне Пешки, Солнечногорского района, в армии Рокоссовского, при очень сильном налете бомбежки. Ионов Иван воевал в Молдавии, танкист, погиб, сгорел в танке. Сегодня много говорят о патриотизме, о преемственности поколений. Эти семь династий сохранили память о своих предках. А ведь, как известно, люди живы до тех пор, пока о них помнят. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. До командного чемпионата Европы по легкой атлетике, который пройдет в Чебоксарах, осталось чуть меньше двух месяцев. Накончательный состав российской сборной будет определен до 10 июня по итогам отборочных соревнований, в которых примет участие спортсменка из Чувашии Наталья Пучкова. Наша съемочная группа побывала на ее тренировке. Подопечная заслуженного тренера Чувашии Валерия Григорьева не раз выходила на старт международных соревнований. Самые последние в марте этого года. Она стала второй на марафоне в Лос-Анджелесе, в котором приняло участие более 30 тысяч легкоатлетов всего мира. Сейчас же ее основная цель – отобраться на командный чемпионат Европы. Для этого предстоит показать себя на чемпионате России в Сочи. Мы посмотрели, в общем, какие спортсмены у нас на данный момент в России готовятся на какие дистанции. 3000 метров сразу отпадает, потому что там у нас есть сильная спортсменка, которая в этом году выиграла 3000 метров зимний чемпионат Европы. Поэтому мы решили именно подготовиться на 5000 метров. Тем более она марафонка. Тренируется Наталья каждый день, не зная выходных. Но оно того стоит. Ведь международные старты на родной земле проходят совсем нечасто. Тренировки проходят так же, как и обычно. Стараешься полную силу работать. И хочется, конечно, отобраться на чемпионат Европы командный. И будем стараться все сделать для этого. Хотелось бы, конечно, чтобы обязательно здесь участвовать, потому что здесь родные стены. Люди за тебя болеют. И родные стены, говорят, помогают. Командный чемпионат России пройдет в Сочи 28 и 29 мая. Так что у Натальи Пучковой впереди усиленный месяц тренировок для того, чтобы занять достойное место на сочинском пьедестале. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. Картины в подъездах, клумбы из автомобильных покрышек. Мы уже не раз рассказывали о людях, которые украшают свой дом и двор. Ноу-хау городского дизайна последних лет – мягкие игрушки на деревьях перед подъездами. Наша съемочная группа заглянула во многие дворы города и попыталась выяснить, кто дарит плюшевым героям вторую жизнь. Этот плюшевый ротвеллер охраняет автостоянку во дворе дома по улице Пролетарской. А царя зверей мы нашли уже на Ахазово. Мода на мягкие игрушки затронула все районы города Чебоксары. Людмила Григорьева живет на улице Мичмана Павлова. Она украшает свой двор уже пять лет. В число многочисленных помощников ходят местные ребятишки и их родители. Это все равно как бы история нашего двора. Началось с чего? Что даже вот скамеечек этих не было, даже присесть. Сначала мы собрались. У нас очень дружные родители на самом деле. Все вышли, участвовали, нашли материал очень быстро. Мужчины помогали. Началось все с скамеечек. Ну, скамеечки появились хорошо. Потом мы решили, все-таки надо цветник. Посадили цветы. Стало еще лучше. Потом нам показалось, что нужны хозяева. Потому что это как бы уже такое пространство, где нужны хозяева. Вот появились эти хозяева, целая семья. И что самое удивительное, что ничего это ни разу никто не попытался сломать. Это так радует. Дождя звери не боятся. Людмила рассказывает, что современные игрушки очень быстро сохнут. На зиму она убирает их в коробку, которая стоит прямо в подъезде. А каждой весной число плюшевых друзей увеличивается. Я каждый год помогаю украшать двор игрушками. В этом году я принесла коробку и лягушку. Украсить двор игрушками можно по-разному. Иногда получается довольно милая композиция. А иногда картинка из фильма ужасов. Надо, мне кажется, чтобы был кто-то дизайнер. Что-то он сделал. А так, что кто-то одно повесил, другое, другого повесил. Конечно, неинтересно. Это напоминает, что у женщины бекутария висит на ушах, да? И у деревьев должно что-то висеть, красивое. Мне это не нравится, потому что это некрасиво. Ну, потому что это неправильно, что игрушки мягкие висят на деревьях. Вообще, зачем это? Нравятся. Веселые. Мы сами вешаем, мы сами цветы, сами поливаем, сами капаем, все. Все делаем в своем подъезде. А для чего вы это делаете? Ну, для красоты. Судьба уберегла этих собачек и мишек от пыльной жизни на антресолях и мусорного контейнера. И теперь они с любопытством наблюдают за реакцией прохожих. А она может быть абсолютно разной. Сколько людей, столько и мнений. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Это вся информация к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00 с Ольгой Пановой. Продолжение следует.